здравствуйте зрители подписчики моего youtube канала это видео будет у раскопка в древнем городе алалах согласно официальной версии алалах основан племенами амареев примерно четыре тысячи там четыре тысячи там пятьдесят лет назад племена мариев под поклонялись также как и ханаанцы первоначально хададу адад сын энлиля и его жене от рогатес особенно ханаанцы про амареев говорить не буду но позже их культ сменился культ на бала моно и ему подобных дело в том что там очень сложно религия не заимствовали чужие лиги все это переплетелось все это очень запутано и там очень сложно понять ну у них там был собственный божок там потом но дело в том что именно вот в момент основания они поклонялись бааламон и почему именно заинтересована этот город во первых там обнаружили очень интересные такие идолы изображающие древние базы божеств а также именно само название алалах это поклонение божеству падшему божеству алалу и а вот так называемому алклану если вы почитаете шумерскую религию то там было их три 1 алал 2 алалым а 3 алалгар он же кумарби и 1 алал это король так называемый восставший правитель который убил отца а ну ну послала наемников чтобы они его убили и таким образом захватил власть через 9 лет он удалось свергнуть его и изгнать его и 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 Потом, через некоторое время, внук Ал-Ал, который под именем Ал-Алгар Кумарби, поднял бунт против Ану-Эн-Лиля. И только с третьей попытки, согласно опять-таки шинерским мифам и легендам, Нинурте, Нингерсу, войскам Ану и всем союзникам, с третьей попытки удалось разбить Ал-Клан и уничтожить их. Там описывается, что Нинурте применял различные оружия, шаруры и прочие, которые очень большой разрушительной силы. Различные оружия, которые в нашем понимании магические для нас. Я не буду сейчас их описывать, это в отдельном видео я все опишу, потому что видео может занять огромное число времени. Об этом можно рассказывать, наверное, сутками. И почему, еще раз повторю, почему меня заинтересовал этот город. В момент гибели шумерского царства, это произошло примерно в 2020-2010 году до нашей эры, Амареи основали этот город Ал-Аллах. Во времена шумер, такого даже в теории быть не могло, потому что, еще раз повторю, Ал-Ал, он падший, он восстал против клана Ана, ну, Ану, и убил его отца. Или дядю, там, суть значения не имеет. Аншара убил. И во времена шумер, если бы были шумеры, они бы не допустили основания такого города с таким названием, и была бы война. Но дело в том, что он был основан именно тогда, когда уже шумеры погибли. Погибли они, согласно шумерским мифам и лингентам, там есть такой миф, плач о городе Ур, и прочие плачи, что там внезапно прилетела какая-то буря и химические газы. Колодцы были отравлены, дышать было невозможно, вода была отравлена, все посевы погибли, любой человек, который находился на улице в муках погибал, и шумерская цивилизация погибла. Через буквально там год или сколько, несколько лет, ну, а может и сразу, туда пришли амарей, добили тех, кто выжил. Ну, все же не могли там погибнуть, либо захватили их в рабство, и полностью захватили все шумерские земли, и не только там, вплоть до... А снизу ударила лама, извечный союзник шумера, извечный враг шумера, и шумеры, как цивилизация, прекратили существовать. Также, согласно мифам и легендам и официальной версии, вот эти амареи, они основали из маленького города Вавилон, город падшего мордука. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Амардук это Бажока, ну, Бажок Амареев, он у них именовался Бааламон. Они основали Вавилонское царство. Вавилон был и до этого, но как небольшое поселение. И сделали из этого города крупное Вавилонское царство. Дальше, как история развивалась, не суть важна. Ну, могу сказать, что амареи были потом разбиты хептами, потом эти земли были захвачены сирийцами, там шла постоянная война. Были и другие там народы, которые это все захвачивали. И Алалах там несколько раз был сожжен, и последний раз уже при нашествии народа в море. Еще отдельно хочу сказать, я текстом напишу, амареи в некоторых источниках первоначально, некоторые из них именовались как гиганты. Одной из расы гигантов. Скорее всего, что гигантов было там совсем немного, а основная масса были обычные люди. Шумеры писали про них, что они не знают городов, что они, ну, первоначально, до вот этого всего, до основания Алалаха, писали про них, что они дикие племена, такие же, как гути и лулубеи, что они не знают городов, что они едят сырое мясо, что они там дикие, что они ничего не сеют, не живут, то есть, ну, такие кочевники, дикие, полудикие. И, эм... Вот что я хотел сказать об этих амарейских племенах. Об этом можно говорить очень много, у меня просто чисто физически нет ни времени, ни мощности моего компьютера об этом все рассказать. В этом можно говорить об этом часами. Причем это все фактически официальной версии, тут ни одного моего, что прочитал из официальной версии, кто и сказал. Более подробно о Балалаху увидите в видео, раскопки Балалах, и я буду чередовать современное фото раскопок и старинное, что там находили. Еще раз повторю, меня очень заинтересовало несколько артефактов, это два идола божеств, скорее всего, что либо клана Ал-Ал, либо падших игигов. Как выглядел клан Ал-Ал, либо как выглядели падшие игиги, 200 игигов так называемые. Там были Азазель, Семьясы и прочих 200, они описаны в книге Еноха. И все остальное о Балалаху, о раскопках вы увидите дальше видео, сейчас повторю, фото будет чередоваться. Одно современное фото раскопок, одно старинное из книги Леонардо Вулли. Спасибо за ваш посмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу, все остальное вы увидите дальше. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!